К сожалению, животным приходится участвовать в человеческих войнах с древнейших времен. Самым распространенным помощником человека на любой войне всегда оставался конь. Но иногда на передовой можно было встретить и более экзотические варианты – боевых слонов, горящих свиней, собак-подрывников. Нашлась служба на фронте и голубям. Но пернатых использовали, конечно же, не для нападения на противника и не как помощников в бою, а для доставки срочных сообщений и приказов или же для разведки. Одной из самых масштабных по использованию голубей войной стала Первая мировая. Когда война впервые в истории приобрела тотальный характер, командирам соединений требовалось четко координировать свои действия множество раз в сутки именно здесь на выручку и приходили пернатые. Некоторые из них, как голубка по имени Шер Ами, вошли в историю. 3 октября 1918 года 500 солдат 77-й пехотной дивизии США совершили прорыв вглубь вражеской территории, где после длительного боя попали в окружение. В запасе у бойцов было четыре почтовых голубя. Командир принял решение отправить в штаб одну птицу с просьбой оказать артиллерийскую поддержку, но из-за незнания местности в сообщении были переданы неверные координаты отряда. Вскоре артиллерия начала по ошибке обстреливать союзников из-за дружественного огня, соединение потеряло половину личного состава. Американцы отправили еще двух голубей в штаб с исправленными координатами. Как только солдаты видели в небе птицу, все как один принимались палить по ней из винтовок. Так произошло и в этот раз. Увидев двух птиц, немцы открыли по ним огонь и смогли их убить. У окруженных остался последний шанс голубка с французским именем Шер Ами. Птица уже совершила не один десяток вылетов и вовремя приносила важные сведения, поэтому солдаты считали ее удачливой. Как только Шер Ами поднялась в воздух, противник открыл по ней плотный огонь. Пули попали животному в грудь, оторвали лапку и выбили глаз. Но каким-то чудом крылатому связному удалось остаться в воздухе и пролететь через немецкие позиции. Через несколько часов артиллерия затихла голубка в очередной раз выполнила свое задание. А подоспевшие на помощь союзники помогли окруженным прорваться и вернуться на свою территорию, 194 солдата были обязаны жизнью маленькой птички. В это время врачи в госпитале боролись за жизнь Шер Ами. К радости солдат им удалось спасти ее, и голубка быстро стала национальным героем. Учитывая совершенный подвиг и множество успешных вылетов, 12 переданных сообщений во время так называемой вердниской мясорубки, одной из самых кровавых битв Первой мировой, Шер Ами, была награждена военным крестом французской государственной военной наградой. Через год птица умерла от естественных причин. Из ее тушки сделали чучело, которое сейчас хранится в Смитсоновском институте в США.